Девушки отдыхают Стоимость билетов, однако, астрономическая Карцеву удается найти нескольких наценатов, которые оказывают ему финансовую поддержку Значительную часть стоимости билета оплачивает американский журнал New Times С тем, чтобы Карцев, если он вернется из полета в будущее, написал для журнала серию очерков В то же время наш герой замечает за собой признаки слежки В частности, за ним часто следует зеленая автомашина марки Volkswagen Карцев приобретает билет на полет в Москву 2042 года Перед отлетом он покупает различные вещи, которые могут вам понадобиться Пленки для фотоаппарата и магнитофона, ленты для пишущей машинки, блокноты и набор шариковых ручек А кроме того, он запасается несколькими парами белья Носками, кольчатками, мылом, зубной пастой, новой бритвой жилет и двумя пачками лезвий Все это он покупает на тот случай, если эти предметы в 2042 году, хотя и могут оказаться лучшего качества, но будут для него слишком непривычны В то время, как Карцев занимался покупками, к ним подошел его знакомый еще по Москве Леша Букашев Этот Букашев учился в университете на журналиста Потом работал на радио репортером самого низшего разряда Писал о передовиках производства, скоростных плавках и высоких удоях Служебные положения и зарплаты росли очень медленно Пока он, почти случайно, не сделал карьеру по, как он сам выражался, партийно-половой линии А именно, женился на дочке заместителя министра странных дел Вступил в партию, стал политическим комментатором на телевидении Ездил за границу и выполнял там какие-то важные поручения И даже, по слухам, входил в группу сочинителей, писавших книги Забрежнева Само собой разумеется, что диссидент Карцев, изгнанный из союза писателей В последние годы в Москве с Букашевым не встречался И вот вдруг встретился в Мюнхене На этом мы и остановились в предыдущей передаче А сейчас Владимир Войнович продолжит чтение фрагментов Из своего статистического романа «Москва-2042» Итак, герой романа Карцев встречается в Мюнхене Со своим старым знакомым Алешей Букашевым «Ну, привет!» – сказал он дружелюбно И протянул руку, которую мне, может, не стоило замечать Но должен признаться, что моей принципиальности На такие церемониальные движения никогда не хватало Пожаловал руку, я спросил, как он оказался в Мюнхене «Да как?» – он по-прежнему усмехается Приехал посмотреть, где чего дают Желая как-то его уязвить Я спросил, неужели ему не хватает того, что дают в Гуме «Гум, дружок», – сказал он назидательно и цинично «Существует для тех людей, кто невкусно ест, плохо одевается и кого бьют в милиции Кроме того, там очереди, а я очередей не люблю Ты не знаешь, где тут кассета для видео?» Я сказал, что не знаю и спросил, что он здесь делает «А, это неинтересно», – отмахнулся он «Мелкие интриги», – «А я думал, ты занимаешься большой политикой» «Большая политика», – возразил он, – «в основном из мелкости только и состоит» Мы помолчали Потом я спросил его, неужели он, такая важная сушка, не боится толкаться здесь, в толпе, где может оказаться кто угодно «Нет, мой милый, не боюсь Здесь среди покупателей есть несколько человек, которые не сводят с меня глаз и берегут мою жизнь больше, чем свою собственную Ты имеешь в виду, что здесь есть ваши люди?» – спросил я, упирая на слово «Ну да, наши, и…» – он засмеялся, – «и ваши…» «Слушай, ты куда-нибудь торопишься?» «Нет» «А что? Так может нам пойти трахнуть по крошке пива?» «Несмотря на то, что ваши люди за тобой следят, ты не боишься со мной общаться» «Друг мой», – сказал он с некоторой внутренней гордостью, – «уверяю тебя, что общение с тобой мне ничем повредить не может» «Но тебя она тоже ничем не грабит» «А кто о тебя знает?» – сказал я, желая его обидеть «Я же не знаю, с каким заданием ты приехал сюда» «С каким бы ни приехал, – сказал он, не обижаясь, – ты можешь не сомневаться, что мокрыми делами я не занимаюсь» «Для этого есть другие люди, с которыми, впрочем, я не знаком» «Мы сели в мою машину, и я повезел в ту самую пивную в английском парке, где недавно мы пили с Руди» «Напомним, Руди – это немецкий приятель нашего героя, рассказавший Карцеву о существовании машины времени» «С Руди они в ту встречу выпили по несколько литровых кружек пива, которые в Баварии называются масс» «Напомним также, что по радио «Свобода» в программе у «Книжной полки» Владимир Войнович читает фрагменты из своего ансатирического романа «Москва-2042» «Сейчас мы тоже заказали по массу» «Заказывал Букашев, я заметил, что он говорит по-немецки, хотя и с акцентом, но без всяких ошибок» «Официант был в коротких кожных баларских штанах под коленями» «Выслушав Букашеву, он крикнул «Я воль!» и побежал исполнять заказ» «А Букашев стал меня расспрашивать о моей здешней жизни, как я здесь освоился, с кем общаюсь» «И говорили по-немецки» «Я сказал, что мой немецкий гораздо хуже, чем его, но на бытовые темы кое-как объясняюсь» «По-прежнему усмехаясь, Букашев заметил, что как бы не недоступен был для меня немецкий язык, он все же не труднее якутского, который при ином повороте судьбы мне пришлось бы осваивать» «И даже намекнул, что в решении моей судьбы ему пришлось принять некоторое участие, причем он как раз был против якутского варианта» «Другие были за?» — спросил я «Не все, но некоторые были» «А ты почему был против?» «У меня было три причины, дружок» — ответил он невозмутимо «Во-первых, я, если ты помнишь, с молоду готов был творить добро в пределах разумного» «Во-вторых, у меня к тебе есть некоторые сентиментальные чувства» «А в-третьих, мне, честно говоря, нравится, как ты пишешь» «Я считаю, что несмотря на все глупости, которые ты наделал, было бы просто обидно использовать такой талант на лесоповале» «Тут же он стал меня убеждать и, как мне показалось, вполне искренне, чтобы я не терял время, а писал» «Для кого писать-то?» — спросил я «С моим читателем вы меня разлучили» «Ну, не надо преувеличивать», — сказал он «Отчасти разлучили, отчасти не разлучили «Страна у нас большая, границы длинные, народы ездят до черта, за всеми, кто чего везет, не уследишь» «Я сам, между прочим, книжек твоих, так чтобы не соврать, штук пятьдесят-шестьдесят провез» «Да и сейчас парочку с собой захвачу» «Чудные вы большевики-люди», — сказал я «Сами писать лет правите, сами изгоняете, потом сами же его книги возите контрабандой» «Разве это не идиотизм?» «Идиотизм», — согласился охотно Букашев «Идиотизм чистой воды, но ничего сделать нельзя» «Система, понимаешь ли, идиотская» «Я посмотрел на него недоуменно» «Значит, ты тоже, — спросил я, — понимаешь, что система идиотская» «А что? Что тебя удивляет? Система идиотская, и я ей служу, но сам я не обязан быть идиотом» «И другие не идиоты, все все понимают, но ничего сделать не могут» «Странно, — сказал я, — если вы все все понимаете, почему бы вам не попытаться как-то изменить положение?» «Власть-то в ваших руках» «Власть-то в руках, да только как ей воспользоваться» «Ну вот представься, допустим, она тебе дана, эта власть, что бы ты с ней делал» «У-у-у!» — завопил я так, что проходивший мимо с дюжной кружек официант покосился на меня испуганно «Да если бы у меня была эта власть, если бы она оказалась у меня хотя бы на неделю, я бы прежде всего разогнал бы к черту всю вашу партию» «Это понятно», — сказал Букашев, моим кощустом, нисколько не возмутившись «Ну разогнал бы, а дальше что?» «Не знаю, что дальше», — сказал я «И даже знать не очень хочу, но что бы то ни было, все было бы лучше вашей бездарной власти» «Ишь ты какой!» — он посмотрел на меня сквозь кружку «Ты, я вижу, стал законченным антикоммунистом» «Чушь!» — возразил я, никем я не стал «Против так называемых идеалов коммунизма я ничего не имею» «Свобода, равенство, братство, стирание границ» «От каждого по способности, каждому по потребности» «Что общего это имеет с тем, что вы наворотили?» «Ты прав» «Общего, прямо скажем, немного» «Но ведь нам же нет еще и семидесяти» «Для истории это только миг» «Дров, правда, наломать успели порядочно» «И глупости наделали, потому что торопились» «И пытались перепрыгнуть через все ступеньки, а так не получается» «Да и не может получиться», — сказал я «Утопия есть утопия» «Откуда ты знаешь, утопия или не утопия?» Букашев допил свое пиво и поставил кружку на стол «Если напролом лезть, то утопия» «А если все продумать и идти шаг за шагом» «Слушай», — сказал я, — «зачем ты мне эту хреновину ходишь?» «Ты можешь в Москве плести чего хочешь по телевидению» «Ты здесь дурачь местных простаков, но не меня» «Неужели ты надеешься меня убедить, что веришь сколько-нибудь в коммунизм» «Миленький мой, я вообще ни во что не верю», — усмехнулся он «Я не верю, а думаю, и мне кажется, что какие-то шансы еще есть» «Шансы?» — я задохнулся от возмущения «После всего того, что вы натворили, какие там шансы?» «Я тебе говорю, какие-то» «Маленькие» «Может быть, даже совсем ничтожные» «Но они есть» «Слушай, браток», — схватил он за штаны пробегавшего мимо официанта «Притарань-ка нам еще пару пивка» «Яволь», — охотно отозвался официант «И со всех ног кинулся исполнять заказ» «Я изумленно посмотрел ему вслед и повернулся к Букашу» «Леша» «Назвал его впервые за нашу встречу по имени» «Что происходит? Ты же по-русски ему сказал?» «Как же он тебя понял?» «Да?» — переспросил назадаченно «Я сказал по-русски» «А, ну, значит, это кто-то из наших» «Неважно, не обращай внимания, это тебя не касается» «Официант принес и поставил на стол еще два масса» «Застегни пуговицу», — сказал ему Букашев, но смешливо «Рука официанта невольно дернулась к пуговице» «Но он тут же опомнился» «Их терштей из нихт», — сказал он резко и отошел «Не понимает, надо же, вот и работай с такими», — вздохнул Букашев «Прокалывается на любой ерунде» «Так вот что я тебе скажу» «Ты знаешь, я идиотом никогда не был, во всякие возвышенные бредни не верил» «Ну и врать мне тебе незачем, нет ни в околоризоне» «Если я говорил о шарках, значит, я это дело как-то обдумывал» «Да и не только я, ты, я знаю о нашем руководстве очень низкого мнения» «Но поверь мне, что там тоже есть люди, у которых шарики вертятся» «Говорит Радио Свобода» «Программа у книжной полки» Владимир Войнович продолжает чтение фрагментов из своего сатирического романа «Москва-2042» «Я сбегал по малому делу» «Знаешь что?» «Сказал я, вернувшись, я не знаю, вертятся у вас шарики или не вертятся» «Я знаю только, что это все равно не имеет никакого значения» «Система прогнила, окостенела» «Вы все это сами хорошо знаете, но ни на какие положительные действия вы уже все равно не способны» «А вот в этом, старина, ты как раз и ошибаешься» «На что-то мы способны» «Что вы сделаете?» «Я посмотрел на него в упор» «Какие-то идейки имеются, сказал он, не отводя взгляда» «Но дело, как ты сам понимаешь, серьезное» «Такой многоходовый, как ты, как бы не ошибнулся» «Вот если бы можно было заглянуть вперед лет, скажем, на 50-60» «И узнать, что из всего из этого получилось» «При этом он внимательно посмотрел на меня и засмеялся» «Конечно, последняя фраза меня насторожила» «Была она сказана случайно или с намеком» «Если с намеком, то что Букашев хотел от меня» «Я ожидал от него дальнейшего развития темы, но он о ней как будто забыл» «И стал опять спрашивать меня о моей жизни, попутно рассказывая и о своей» «И я не понял, был этот вопрос задан с какой-то задней мыслью или просто из любопытства» «Стараясь себя никак не выдать, я сказал, что вообще-то собираюсь отдохнуть и возможно в ближайшее время махну куда-нибудь, ну скажем, я ляпнул на огонь, в Гонолулу» «В Гонолулу? Гавайские острова?» «Мечтательно произнес Букашев, ты знаешь, где только я уже не шатался, а на Гавайях еще не бывал» «Должно быть хорошо там, в пауне, солнце, море и гавайки с гавайскими гитарами» «Слушай, а ты мою бывшую любовь давно не видал?» «Давно», — сказал я, — «говорят, она стала очень религиозна» «Со временем люди меняются», — сказал я уклончиво «Чепуха», — возразил он, — «они меняют предмет поклонения, но при этом остаются такими же, как были» «Ну ладно, дружок, рад был тебя повидать, серьезно говорю, без дураков» «Хочешь в Москве кому-нибудь чего-нибудь передать?» «У меня, конечно, было кому чего передать, но не через него же» «Слушай, спросил я, а правда про тебя говорят, что ты майор КГБ?» «Ну да, вроде», — согласился он с удовольствием «Точнее сказать, генерал-майор» «Но тебе-то что? Неужели ты думаешь, я с тобой встретился, чтобы на тебя стучать?» «Нет, братишка, я играю в другие игры и ставлю по-крупному» Он подозвал официанта и, несмотря на мое сопротивление, расплатился за нас обоих На обратном пути я, поглядывая в зеркало, заметил, что за нами, особенно даже не скрываясь, опять идет подозрительный зеленый «Фольксваген» «Я сказал об этом Букашеву, но он отмахнулся» «Это наши, не беспокойся, они не за тобой, а за мной» Он попросил меня выставить его в эфир «Яростайтон» в самой роскошной гостинице Мюнхена Уже выставив ногу на тротуар, он вдруг спросил, не может ли он как-нибудь при случае мне позвонить «Куда ж ты мне позвонишь, если я уезжаю?» «А, ну да, в Гонолуе» «Я уезжаю» «Да ты же не на ветку доедешь» «При этом он пришленно на меня посмотрел» «Когда-нибудь ты вернулся, захочешь мне рассказать, как там живут Гонолуи» «Номер своего телефона у меня есть» «Было похоже, что он знает обо мне больше, чем я думаю» «Впрочем, меня это особо не волновало» «Отъезжая в гостинице, я увидел преподаватель на зеленый фольксваген» «Потом по дороге домой, я все время поглядывал в зеркало и сделал медленность настояло» «На Неврак, заездом в узкие переулки и по пищу, фольксваген не появлялся» «Ни каких других признаков слышки я не заметил» «По дороге я включил приемник, который на первую программу Советского Расси» «Передавали концерт по заявкам круженицам в море» «Начало неизвестным естественным планам стало средство измеренного всадника» «Было похоже» «Было похоже» «Было похоже» «Объявилось» «В исполнении народной артистки Советского Союза» «Прозвучит украинская народная песня «Ганзерайбка»» «Сказал я вслух и как в воду глядел» «Сколько я себя помню, во всех концертах, демонстрирующих небывалый расцвет многонационального искусства в моей стране, всегда исполнялись одни и те же песни» «Если русские, то обязательно или среди долины ровные, или вдоль по Питерской» «А украинские, или отрывок из Наталки Полтавки, или вот эта самая Ганзия» «Чие свити молодыся, як та Ганза пыла лыться» «Ой, скажите, но добрые люди, что знают это люди» «Ой, скажите, но добрые люди, что знают это люди» «Причем исполнительница во всех случаях и во все времена была как будто одна и та же» «Высокая и полная тетя в черном бархатном платье до пят и с большим вырезом на пышной груди» «На груди эту она клала ручках на подставку, заламывала пальцы и лукаво жмурясь заливалась инфантильным мецосопрано» «Ганза рыбка, ганза птичка, ганза цяца молодычка» «Боже мой», — думал я, — «неужели в этой стране и вправду никогда ничего не изменится» Владимир Войнович читает фрагменты из своего нового сатирического романа «Москва-2042» «Итак, Ганза готовится к полету на машине времени в Москву будущего» «Я был в самом разгаре сборов, когда вдруг раздался звонок из Канады» «Привет, старик», — говорит Зельберович «А, — говорит, — «Привет, как жизнь?» «В трудах», — просто отвечает он «Почему мы заняли?» «В каком смысле? Сейчас или вообще?» «Ну и сейчас, и вообще, и все» «Так вот, бросай все, бери билет, и чтоб завтра ты был второй» «Я просто опешил от такого предложения» «Ты что, — говорю, милый, — одурел что ли совсем? Че-то я вдруг все брошу и из Мюнхена помчусь в Торонто» «Да что же мне делать, по-твоему, нечего в какую-то даль переться» «Старик, этот вопрос не обсуждается» «В Торонто зарептуешь кар, какой-нибудь небольшой, незаметный, выйдешь на хайвей, там возьмешь шестой экзит, проедешь ровно два майла» «Солдарь и увидишь голубой «Шевроле», на крыше антенны, на заднем стекле жалюзи, номер замазан грязью» «Фалуй за этим «Шевроле», особо не приближайся, но из вида не выпускает все» «Для тех, кто не понял, могу объяснить, что Зельберович, как многие эмигранты, пользуется языком, загрязненным искаженными словами местного лексикона» «В котором кар, автомобиль, хайвей, автострата, экзит, выезд, майл, майл» «В данном контексте обочина и слово «фалуй» от английского глагола «фалу» — следовать за кем?» «Идиот!» — закричал я, прежде чем отдавать приказы, ты хоть бы по-русски научился как-нибудь говорить» «Но эти слова услышала только моя жена, трубка на другой стороне планеты» «Что такое?» — спросила жена встревоженно «Кто-то звонил» «Не поняла, что ли?» «Конечно, Зельберович» «И чего он хотел, я рассказал» «Жена вспылила, не столько на Зельберой, сколько на меня» «Да что это такое, да с какой стати, может быть мы вообще уже прощаемся навсегда» «У нас осталось несколько дней, но ты их готов потратить на кого угодно, только не на семью» «Это ты сам виноват, и сам себя так поставил, что они с тобой позволяют себе обращаться как с мальчиком» «Подумаешь, он вообразил себе, что он пук земли, а ты к нему будешь бегать, как только он тебя пальцем поманит» «Это она, конечно, имела в виду не Зельберовича» «Я ей сказал, что я сам глубоко возмущен, на каждый призыв вовсе откликаться не собираюсь, и никакое Торонто, разумеется, не поеду» «Я говорил это вполне искренне, взгляд больше всего на себя самого, и одновременно удивляюсь той странной психической силе, которая действовала на меня, несмотря на разделяющие нас фантастическое расстояние» «Эта сила меня каким-то образом гипнотизировала, выводила из состояния равновесия, никакие реально объяснимые причины не вынуждали меня ей подчиняться, но не подчиниться ей я мог только, оказав отчаянное внутреннее сопротивление» «Непонятно? Попробую объяснить проще» «Зельберович звонил мне не от своего собственного лица, собственного лица у него никогда не было, а по поручению другого человека» «Этому другому я не был подчинен по службе, не завидовал от него материально, но в отношении моих дел его отношение ко мне никак не могло отразиться» «Но если бы я хоть как-нибудь посчитал его, и по этой причине готов был бы кидаться со всех ног, выполняя его распоряжение, так и идеи этого же не было» «Больше того, в моих глазах он со своими претензиями на владение окончательной истиной вообще выглядел фигурой комичной» «И все-таки, когда он меня к чему-то призывал, я просто сцепенел и чувствовал, что отказать ему выше моих сил» «Сейчас было то же самое» «Как я должен был реагировать на звонок Зельберовича?» «А просто никак» «Кому-то взбрело в голову, что я должен все бросить и куда-то нестись» «А мне кажется, что я никому ничего не должен, не должен даже и отвечать» «У меня своих дел по горло» «Но что-то меня нервировало и склоняло к мысли, что он мне ответить совсем неудобно» «Понося последними словами и Зельберовича, и его, так сказать, патрона, а отчасти и себя самого» «Я сочинял в уме варианты отказа, начав с самого высокомерного по телеграфу» «Кому надо, тот едет» «Коротко, четко и вразумительно» «Но нереалистично» «Потому что представить себе ситуацию, в которой он едет ко мне, даже попросту невозможно» «А что я к нему еду, это и представлять нечего» «Но почему, 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 почему я не могу стоять перед этим человеком, который мне ни для чего не нужен» «Что ты хочешь, такой взвенчанный», — закричала на меня жена «Что ты куришь одну сигарету за другой, что ты бормочешь» «Разве что-то бормочу», — удивился я «Не только бормочешь, но и строишь рожей, книгу кому-то крутишь» «Если ты не можешь просто послать призывающихся подальше, ответь как-нибудь вежливо» «Скажешь, что ты заболел, что у тебя какая-нибудь конференция, что тебе надо книжку дописать» «Ну да, усомнился я, а он скажет, а кому нужны твои книжки» «Ну, если уж он так скажет, то ты ему тоже можешь сказать, а кому нужны твои книжки» «На хамство всегда нужно отвечать только хамством» «Ты сам тебя ставишь на последнее место, поэтому и другие тебя ставят туда же» «Она была права, как всегда» «Но когда она уехала в банк, я позвонил в аэропорт, просто на всякий случай» «Как я и предполагал, никаких прямых рельсов из Мюнхена в Торонто вовсе не существует» «А лететь с пересадки во Франкфурте — это уж слишком» «Чего ради я должен преодолевать, какие препятствия» «Хотя, если разобраться не впадая в горячку, то пересадка без вещей — дело не такое уж трудное» «К тому же во Франкфурте у меня было одно, я бы так сказал, интимное действие» «Ради которого просто так я бы, конечно, не в жизни попёрся, но если заодно» «О том, кто такие Зибирович и его патрон, и что ожидает нашего героя в Торонто» «Мы узнаем из следующих передач по театрическому роману Владимира Войновича «Москва-2042» «Фрагменты из которого у нашего микрофона читает сам автор» «Программе у книжников» «Издастся, август» «Мы предлагаем его вашему вниманию, полагая, что вам будет интересно узнать, какой писатель-сатирик предполагает увидеть Москву в 1942 году, если классность и перестройка не приведут к применению в советском обществе» В заключение напомним, что передачи по театрическому роману Владимира Войновича «Москва-2042» «Выходят на театрическому роману Владимира Войновича» «Походы раз в воскресенье на вторник и четверган 23 часа 30 минут» «И повторяются, соответственно, по понедельникам в 4.30 и 9.30 и по средам и пятницам в 4.30, 9.30 и в 14.30 в московскому времени» «В рамках программы у книжной полки» «Временно замыскивающий передачу «Духовый берег» «Читал, как мы уже говорили, Владимир Войнович» «Подготовил и вел передачу Александр Воронин» «Всего хорошего» «Все хорошего» Продолжение следует...